Скумбрия В принципе, смысл вы уловили правильно Он работает как духовка, только с использованием щепы и нагрева тены То есть за счет которой мы получаем необходимый нам дым и продукт коптится Но это же не просто какие-то щепки Вот посмотрите, сейчас наши зрители увидят, да Разный вид деревьев дает разный аромат, да, и разное копчение На самом деле используем ольховую щепу Именно потому, что она считается самой щадящей из всех щеп То есть дыма отдается достаточно много Но в то же время вкус получается достаточно мягкий И может быть даже немного сладковатый получается Но в отличие от духового шкафа Там не происходит каких-то жарящихся процессов Запекается блюдо и обрабатывается дымом Да, в этом и преимущество копчения То, что сохраняется очень много питательных и нужных организмов веществ в продукте То есть это достаточно щадящий режим термической обработки продукта Один только аромат разжигает аппетит невероятно А мы можем заглянуть? Потому что мы видим, что изнутри уже валит дымок Что там сейчас происходит? Как раз сейчас она уже подготовилась у нас для того, чтобы я загрузил мясо Держите это мясо Это у нас предварительно маринованное, да? Да, конечно, предварительно все это маринуется Ого-го, серьезно там И какой режим, как долго должно мясо находиться в коптильне? На самом деле, то есть мы сейчас используем горячее копчение Этот вид копчения, преимущество этого вида копчения тем, что он достаточно быстрый То есть в районе 12-15 минут мясо уже будет готово Да, и все уже готово Очень быстро Мясо, получается, будет схватываться, готовиться и одновременно пропитываться дымом Вы, как профессионал, как относитесь к таким ленивым вариантам жидкий дым? Когда люди в попыхах быстренько полили жидким дымом, добавили аромата копчения и все Ну, вы знаете, на самом деле жидкий дым отличить все равно достаточно просто То есть он не даст того эффекта и того, допустим, того же самого золотистого цвета Который мы получим именно в коптильне Ну, и это все равно химию, то есть я, в принципе, не очень отношусь к таким видам Ненатуральным ингредием Да, это чаще всего используется на производство, где идут большие объемы А там это может заменить, это ускоряет и время, и удешевляет Дыма достаточно много, мы все это видели, когда вы открыли коптильню То есть вы не используете это устройство в помещении, это только уличный вариант Нет, мы используем как раз в помещении С вытяжкой, у нас, да, у нас очень хорошая вытяжка, да, и этого хватает Готов попробовать? Я подержу Да, да, я с удовольствием, я все ждал, когда у нас в руках появится Эта рыба приехала к нам не копченой Артем уже давно готовится к своему выходу в эфир И действительно, еще несколько минут назад она была как-то свежей, да, не закопченной Сколько времени потратили вы на то, чтобы закоптить эту рыбу? Рыба готовится быстрее, чем мясо, в районе 10 минут Аромат потрясающий, вот действительно, продукты из коптильни кажутся особенно вкусными Я раньше готов был отдать все, что угодно за омуль горячего копчения Копчение теперь к этому списку присоединилась и скумбрия Будешь? Ну, я не рекомендую Я попробую Держи Так Попробуем извлечь Рыба мягкая и ароматная Кроме рыбы и мяса, что вот еще можно приготовить в коптильне? Все, что угодно На самом деле, ассортимент продуктов копчения достаточно огромен То есть, в принципе Сало Даже, конечно, мы коптим сало Даже коптят фрукты, овощи Вот я хотел спросить, есть овощи, гриль, и бывают копченые овощи? Да, бывают очень хорошо и широко используются Я хотел деликатно отказаться, но думаю, что это я буду жевать в кадре Очень вкусно, зря я не... Правильно, что я не отказался Очень вкусно и мало костей, и вот это мясо ароматное очень Ну, костей там нет вообще Она еще и нафарширована? Да, конечно Ну, это мы использовали тимьян для мариновки продукта А, это хитрая рыба, это рыба-сюрприз, как известное шоколадное яйцо А каким образом вы ее готовили, вот если для наших зрителей, да, предварительно Но новая, купленная в супермаркете скумбрия, вы удалили все лишнее изнутри? Ну, не получается замариновала И вот какая начинка, какая фаршировка? В фаршировке там на самом деле нет, просто подготовленная рыба Я, в принципе, рыбу никогда сильно ничем не сдабриваю, то есть достаточно перца и соли В принципе, у рыбы ярко выраженный вкус, чтобы его не взбивать А лимончик, вот любят рыбку поливать лимоном? При копчении это можно сделать при подаче При подаче А давайте заглянем на промежуточном этапе, так, наверное, по технологии, конечно, не положено Ну, да, это нежелательно Ну, в рамках эфира интересно посмотреть Ну, времени прошло достаточно немного Соответственно, мы сейчас такое прям кардинальное изменение не увидим Но сегодня у нас будет, я так полагаю, возможность посмотреть, что с мясом произойдет Мы чуть позже вернемся Запомните, это мясо таким Скоро оно станет копченым И мы тоже сможем его попробовать Доброе утро! Если вы нас смотрите уже давно Ранее вы видели, что мы коптили рыбу А сейчас покажем вам, как закоптилось мясо Помогает нам во всех нюансах копчения Разобраться шеф-повар сети ирландских пабов Артем Карловский Еще раз доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! В нашей коптильне завершили свое приготовление ребрышки Да И мы готовы сейчас посмотреть, что же с ними произошло Заглядываем в коптильню Потрясающе! А как вы понимаете, что уже готово? По времени, то есть заранее мы, конечно же, делаем проработки все И, то есть, ну, 100% готовый продукт То уже отработаны у вас технологические процессы Что на такую-то громовку столько-то минут нужно Напомним зрителям, что это копчение самое, что ни на есть, настоящее Вот она, щепа, которая была помещена в коптильню Ольховая Да, натуральная, никакого жидкого дыма Настоящий дым от настоящих щепок И вот мы говорили о том, что каждое дерево дает свой определенный аромат Своё определенное влияние на пищу В этом смысле, вот какую щепу вы рекомендуете к рыбе, а какую к мясу? Вы знаете, на самом деле, то есть к рыбе достаточно хорошо подойдет березовая щепа А вот именно к мясу ольха Но ольху мы используем и к тому, и к тому продукту Потому что эта щепа самая универсальная у всех, которые есть То есть на ней можно коптить абсолютно любой продукт Получится, ну, отлично А куда эти щепки засыпаются? Вот мы можем еще раз заглянуть, потому что я не видел какого-то специального резервуара, что ли, для... Сейчас покажем Он закрыт нижним поддоном Ага То есть если его приподнять, там будет... А, вот внизу И щепа То есть нагревательный элемент, который греет вот эту подложку металлическую и щепки тлеют Да, на которой начинает каплица щепа Очень интересно А как тщательно и как часто вы ухаживаете за коптильней? Потому что, например, фритюрница, да, там можно масло несколько раз использовать Вот коптильню вы постоянно моете? Да, в этом плане, то есть достаточно хлопотно Да, потому что приходится мыть после каждого использования То есть одно порция, грубо говоря, одно блюдо приготовлено Да, то есть одно, два, три, если в подрядку приготовлено То есть здесь большой роли не играет Но после этого обязательно, когда она остывает, ее сразу же нужно мыть Чтобы не давало лишнюю горечь Это вот нагар, который уже присутствует Вот то количество щепы, которое засыпано здесь у нас сейчас Вот на сколько блюд хватит? Ну, на одно блюдо То есть было засыпано на одно блюдо На самом деле поддон был полностью закрыт Просто щепа прогорела, поэтому кажется сейчас, что и было мало А вы круглый год готовите вот такие варианты блюд? Потому что, ну, мы тоже привыкли, что, да, вот что-то с ароматом дерева Барбекю? Барбекю, это такой летний вариант, но у вас, наверное, круглый год, да? Да, у нас круглый год и зимой, то есть когда люди уже соскучились по шашлыкам, по мясу Отличный вариант прийти и покушать С вашего позволения, Василий, я отведаю Руками? Пожалуйста Ну, безусловно, ребрышки, поэтому сделаю так Рыба была великолепна Будь осторожен, не обожгись, потому что с пылу, с жару Свежие кусочки мяса из коптильни Ну, я вижу, что очень нежное мясо, да? То есть никаких каких-то прожилок, оно не твердое Очень легко, очень легко жуется, очень легко откусывается Пока Антон наслаждается продуктом из настоящей коптильни Мы благодарим шеф-повара сети ирландских пабов Харец, Артем Корловский Был сегодня с нами Сколько, Артем, вам придется за кадром ждать, пока коптильня остынет, чтобы ее увезти? В районе получаса Получаса, хорошо А можно нечто подобное сварганить из духовки обычной? Да, в принципе, это вполне возможно Просто использовать также какие-то щепки на поддоне Предварительно их поджечь, ну, как бы это опасненько Конечно, да, лучше используйте профессиональное оборудование и руки профессиональных людей Мы продолжим программу «Новое утро» С сюжетом интересно, давайте посмотрим советы эксперта